друзья всем привет сегодня я расскажу и покажу вам планировку в обыкновенном советском доме типа панельки оказывается и там можно делать удобные гармоничные и красивые планировки этот дом находится в городе екатеринбурге по адресу сыромолотова 20 вот так вот незатейливо раньше называли обыкновенные жилые дома не то что сейчас жилой комплекс зеленый бор жилой комплекс апельсин мандарин да что угодно вот раньше просто вот так по-простому и незатейливо называли дома вот сегодня я вам расскажу как у меня получилось сделать хорошую красивую удобную планировку для конкретного человека который в свое время обратился ко мне за консультацией покупка квартиры дизайн интерьера и ремонт все это можно сравнить с путешествием которое заказчик совершает от момента когда он решил хочу новую квартиру до момента когда эту новую квартиру он получил и заехал в нее понимаете это же путешествие которое может растягиваться на месяцы и даже годы то что сегодня я вам покажу а эта планировка это всего лишь маленький отрезочек из этого путешествия но он очень очень важный поэтому отнестись к нему нужно со всей ответственностью и так что мы имеем на старте на старте мы имеем старый советский дом типа панельный таких очень много свое время советский союз застраивал огромные площади в этом доме находится обыкновенная двухкомнатная квартира что в ней мы имеем маленькую кухню 7 квадратных метров зал 15 квадратных метров и спальню 14 квадратных метров обратилась ко мне девушка которая живет с кошкой и в тех заданий написала возможно кошка будет не одна то есть можно сказать что эта квартира холостяка я знаю что многие из вас уважаемые зрители имеют дома домашних животных поэтому когда мы планируем квартиру или дом обязательно нужно учитывать пространство из расчета того что в нем кроме вас будет еще кто-то проживать ну для этого же нам нужно поставить кошачий туалет где-то кормушку где-то хранить эти все всякие штуки дрюки прибамбаса и вот для этих самых домашних животных а бывают не только кошки бывают собаки птицы харьки змеи крокодилы тут вот недавно новость читал лев у кого-то дома пожил правда недолго и остался за хозяина на некоторое время вот знаете ли бывают такие штуки ну да ладно перейдем к планировке и так какие запросы у этой девушки это удобное пространство в котором достаточно мест хранения первое это прихожая сейчас в нашем варианте от застройщика ну еще от старого советского мы имеем проходную прихожую а это плохо всегда в любых вариантах при любых раскладах поэтому одно из пожеланий сделать прихожую не праха одной и при этом чтобы был большой вместительный шкаф логично логично второе ей нужна кухня в которой она хочет сохранить газ тоже логично гораздо меньше платить коммунальные платежи знаете ли чем за электрическую плиту а это накладывает определенные обязательства на меня как на проектировщика потому что при нашем законодательстве нельзя объединять кухню и гостиную когда в кухне есть газ ну вот так вот они должны быть каждая комната обособлены дальше должен быть обеденный стол на одного человека тире трех потому что гости будут приходить кухня не обязательно должна быть большой потому что готовка идет но умеренная то есть больших площадей не надо соответственно острова который я очень люблю ну тоже не обязателен он потому что ну как бы один человек вполне может на небольшой кухне готовить и все нормально дальше в зале телевизор не нужен слушать я так редко это встречаю когда идет запрос телевизор не нужен поэтому не надо мебель ориентировать на телевизор и выстраивать все вокруг телевизора просто замечательно 5 баллов я рукоплескаю книги это наше все вот так она и мне написала мне нужно удобное место где я могу почитать отдохнуть полежать с планшетом там фильм посмотреть какую-то статью прочитать книгу может быть на том же самом планшете короче говоря телевизор нафиг не нужен нужен диванчик даже пускай небольшой даже большой не нужен небольшой небольшой диванчик вот зачем небольшой вот может быть дополнительное кресло и так нужно помимо этого естественно спальня большое место хранения в спальне нужно рабочее место потому что работает из дома человек причем большой стол или два стола рядом один с компьютером другой для другой деятельности должны быть стеллажи на которых какие-то книжки документы принтер возможно стоит вот ну по стилю здесь смысла говорить наверное большого не потому что мы ведем речь про планировку обязательно нужен робот-пылесос и кстати говоря на планировке мы этот момент учитываем куда он будет у нас уезжать обязательно нужно учесть место для кота что это за место там где он точит когти там где он будет есть там где он будет ходить в туалет никому не нравится что это на виду а также многим не нравится что когда туалет находится в ванной для кота то дверь всегда открыта но потому что ему же ходить надо вот это все наша дизайнерская задача решить эту проблему понимаете и все это решается на планировке я дальше покажу как это будет все выглядеть ну понятное дело что плюс к этому нужно хранить всякие запасы там еды наполнительно для лотков и это очень важно между прочим что еще нужно было решить решить место расположения стиральной машины потому что здесь ванна совершенно небольшая и нужно решить место для хранения уборочного инвентаря которого тоже много это тоже очень важно я почему это проговариваю потому чтобы вы допустим если планируете делать себе квартиру или обращаетесь к какому-то дизайнеру вы все эти моменты держали в голове что чем подробнее вы распишите ну сначала подумайте разумеется тем ну скажем так идеальней будет планировка и так я рассказал что требуется моему заказчику значит с какими проблемами он столкнулся в этой квартире буквально два слова но мне кажется даже здесь и без пару слов вы сами все прекрасно видите во первых проходная прихожая то есть это значит что мы все время перепрыгиваем через грязный коврик да чтобы не дай бог в него не наступить и грязь не растаскивать во вторых здесь совершенно нету места чтобы поставить нормальный шкаф а если мы его поставим то получим длинный узкий коридор мы имеем маленькую кухню 7 метров но понятно что это для одного человека но все равно не комфортно хочется какое-то большое просторное пространство все-таки у нас есть маленький санузел без раковины и у нас есть маленькая ванна с раковиной и в которой место для стиралки уже не хватает ну и есть два достаточно просторных помещения гостиная и спальня и так что у меня из этого получилось а вот что друзья посмотрите кардинально поменялась планировка во-первых я убрал коридор и полностью изменил прихожую это у меня получилось благодаря тому что я поставил стенки вот такие вот т-образным образом с одной стороны у меня получился шкаф под одежду в прихожей и благодаря такой расстановке стен я сделал прихожую полностью изолированной то есть когда мы находимся в квартире мы в прихожую не заходим просто незачем все она осталась в стороночке с другой стороны этой т-образной стенки тоже шкаф и внутрь этого шкафа я спрятал стиральную машину уборочный инвентарь и там же будет система туалета для кота ну то есть что за система мы туда за шторочку ставим лоток а здесь вместо дверей будет шторочка кстати очень удобный вариант рассмотрите его во первых он недорогой во вторых он не бросается в глаза а в третьих тот же самый код за шторочку спокойно может заныривать и вот он туда за нырнул сделал свои дела мы значит сразу почувствовали что он эти дела сделал ну пошли убрали все никаких проблем и дверь ванную открыто держать не нужно понимаете да здесь же у нас уборочный инвентарь и здесь же у нас химия сверху куча полок куда мы можем сложить всякие коробки и чемоданы да все что хотите то есть это большое место хранения вопрос как воду подтащить к стиральной машине очень просто в полу в полу делается штроба в эту штробу закладывается труба подачи холодной воды и труба откачки воды из стиральной машины откачивается она под напором потому что внутри стиральной машины тоже стоит насос который эту воду выбрасывает соответственно наша задача эту воду довести до ванны там ее чуть-чуть приподнять и сбросить в сифон который под ванной находится вот и все собственно говоря ну короче сантехники знают как это делается совсем небольшие изменения казалось бы ну как кардинально они меняют поведение человека который будет проживать в этой квартире и делает его жизнь удобнее это называется сценарий то есть благодаря планировки я меняю сценарий понимаете и вот это самое важное этот сценарий должен улучшить ваше проживание в этом пространстве итак из прихожей дальше попадаем в большое общее помещение которое называется гостиной дальше из этой гостиной через раздвижные перегородки уже на кухню что на кухне небольшой стол круглый с двумя стульчиками при необходимости при посещении так сказать хозяйки гостей стол выносим в гостиную раздвигаем ну или просто стулья вокруг расставляем и пожалуйста проводим любой праздник день рождения что угодно на кухне предостаточно место для кухонного гарнитура здесь он получился г-образной формы мне он не очень нравится когда например семья проживает или два человека и а тем более с детьми то вот этот вариант мне не очень нравится потому что он не всегда удобный точнее он всегда неудобный вот но когда один это вполне нормально здесь есть две колонны одна холодильник высокая вторая высокая колонна там духовка микроволновка все что хотите туда можно встроить плюс хранения ну и дальше рядышком все как обычно золотой треугольник на кухне рядом с холодильником достали продукты помыли сюда положили нарезали дальше отправили жарится париться значит на уже варочную поверхность что у нас гостиной гостиной у нас небольшой диван за диваном зеленая зона здесь я предложил сделать такой знаете райский уголок из растений вот на картинке вы сейчас видите как это примерно может выглядеть это прям настоящие заросли которые абсолютно любой может сделать в своей квартире было бы желание растения продаются пожалуйста у нас есть он магазин какой-нибудь любой цветов не зная в жарде не покупаю вот но ощущения будут такие что вы как будто знаете в тропике приехали вот вы лежите на этом топчанчике своем вас окружают эти растения ну кайф же вот просто круто по моему замечательно напротив кресла находится там гость подруга друг кто угодно может тоже сидеть можно сидеть общаться там не знаю что-то обсуждать но в общем получилась большая просторная гостиная при этом в гостиной осталось много свободного места много свободного места вот обратите кстати на это внимание которое необходимо для занятия спорта ну то есть йога какие-то упражнения где-то нужно лечь где-то нужно руки там растянуть где-то какую-то не знаю растяжку сделать для этого места требуется забыл в самом начале про это сказать что одно из требований большое квадратное место где-то в этой квартире где можно заниматься спортом чтобы рядом было зеркало в которое можно было бы на себя смотреть и понимать правильно ты делаешь упражнение или неправильно так вот это зеркало находится вот здесь это может быть не просто зеркало это может быть красивое зеркало это может стать доминантой в интерьере это может стать фокусной точкой которая притягивает взгляд и делает интерьер более дизайнерским с какой-то даже история возможно но может быть это какое-то старое зеркало от кого-то ну вот на экране например вот такое зеркало вы можете посмотреть вот ну не обязательно то есть любое какое захотите да вот мне кажется что какое-то вот такое зеркало немножко с история очень бы украсила это пространство таким образом получается что мы имеем одно общее большое помещение это кухня гостиная раздвинули перегородки она стала общим задвинули перегородки пожалуйста кухня обособлены при этом прихожая тоже являются частью этого пространства и несмотря на то что мы туда не заходим мы все равно ощущаем этот простор и вот тот воздух который и там в прихожей тоже присутствует вот это все играет на объем а это очень важно чтобы мы визуально получили объем здесь есть дверь это вход в ванную я конечно ее сделал единой стенку сломал между туалетом и ванной и сделал одну большую ванну в этой ванной но стандартный набор есть унитаз раковина и собственно ванна непосредственно и обратите внимание здесь есть какая-то такая знаете этажерка или комод в которой хранится вот все что необходимо в ванной всякие баночки скляночки там не знаю гели шмели что там в общем все что необходимо за уходом за собой самое главное чтобы это было прибрано и не валялась на виду на виду всего лишь должно быть там мочалка какая-нибудь симпатичная там гель шампунь кондиционер тоже в симпатичных баночек на удобной полочке а на раковине стоять мыло зубной щеткой и все все остальное нужно прибирать тогда у вас будет порядок и этот порядок вам уже сам по себе сделает красоту в интерьере вот но и остается собственно говоря спальня которую я объединил с кабинетом здесь кровать шкаф и зона кабинета где есть большой вытянутый стол аж на целых два метра то есть пожалуйста с одной стороны компьютер с другой стороны мы занимаемся чем-то еще каким-то творчеством и сбоку стоят стеллажи на которые уже можно все что угодно сложить книжки папки принтеры ну в общем не знаю может быть коробочку для шитья я не знаю кто как пожелает в общем друзья смотрите эта планировка делалась во вторичке это не новое жилье то есть я думаю этому дому лет 30 наверное а может быть даже и больше просто многие думают что во вторичном жилье сделать планировку невозможно и из-за этого почему-то ее не делают поэтому пожалуйста смело экспериментируйте пробуйте я уверен что у вас все получится ну а если не получится то в принципе переходите к нам пишите в комментариях обращайтесь с удовольствием будем помогать напишите пожалуйста в комментариях что вы думаете по этому поводу как вам понравилась ли планировка или может быть у вас есть какие-то свои самостоятельные варианты которые вы могли бы предложить я с удовольствием почитаю но а на этом все ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик и да пребудет с вами муза а